Приветище! Это Эволюция Колобков и мы продолжаем. Смотри, направо нам вообще как бы ходу нет, нам только налево и вон туда, где эти шарики светящиеся выпрыгивают. А, еще есть хочу, дико есть хочу. У нас есть что-нибудь пожрать в инвентаре? Блин, ну капец, столько Колобков просерить. Ужас. Ужас. Короче, я перезапустил игру и хочу поближе рассмотреть этого чудака. И мне вот интересно, что будет, если я прям перед ним буду. О-о-о, испокуха. А, это цилиндры. Все понятно, теперь это не шарики, нифига. Дико хочу посмотреть, что он с нами сделает. И что он вообще здесь делает? Он как будто не разогревает барьер, а сканирует. Так-так-так, вот, я перед тобой стою. Пойдем ему ноги польем. Смотри, я тебе ноги поливаю. О-о-о. О, он остывает? А, нет, мне показалось. Ну, короче, ему на нас пофиг. Почему-то он, скорее всего, нас просто не видит, потому что мы за деревьями. Но выглядит это существо очень мощно. И вот он, смотри, уходит. Уходит, обратно перелазит. Чего приходило, непонятно. Математик исчез так же быстро, как появился. Он ушел обратно. Но к чему? Что находится за цилиндром? Да, хороший вопрос. Я бы хотел не узнать ответ. Ладно, поживем еще немножко и спустимся вниз к цилиндрам. Вот этим крутящим, катящим. Посмотрим, что они там делают. О-о-о, сколько кристалликов. Точнее, минералов. Понятно. Нас хотят туда... Где у нас этот-то? Пожиратель минералов. Иди сюда. Нас, короче, хотят туда заманить вниз. Если мы туда спустимся, то нам придется бежать полностью... Ну, вот этот лабиринт надо будет весь пробежать, чтобы отсюда выбраться. По-другому мы отсюда, скорее всего. Хотя можно, при помощи попрыгая, можно отсюда выскочить. Но ради минералов мы пройдем этот небольшой испытательный полигон. В принципе, не сложно. Очень много времени дается. О, там еще, кстати. Восстанавливать популяцию не буду. Я бы хотел воскрешить своих дурганов. Будет у нас такая возможность, не знаю. Но для того, чтобы их воскресить, нужно огромное количество минералов. Фух, принесло. Я думал, у меня сейчас раздает нафиг. Что это за странная борозда в земле? Она оказалась искусственной. Как будто сделана специально для воды. Но все, что в ней было, это эти большие прокатные машины. Кто построил эти штуки и зачем? Они не были слугами цилиндра. Ну, не знаю. Я могу предположить, что это гигантские старейшины требуху мы сделали. Но не факт. В общем, перекидываем минералы в перерабатывающика и едем дальше. Очень-очень хочется пить. Давай, короче, ты тоже попрыгай, будешь перерабатывающиком. Нам сейчас очень нужны кристаллики. Вот. Это другое дело. Смотри, тут эти лизуны подохли. Кто-то называет в комментариях их собаками. А вон и водичка валяет. А, нет, это яйца кузнецов. Яйца кузнецов нам не интересны. Червя, съешьте кто-нибудь. У нас же есть перерабатывальщик, да. Вот он, перерабатывальщик всего. Надо ему вот этого засосать. Давай, перерабатываю его. Вот эти штуки тоже перерабатывай. Все в воду, все в воду. Ну вот и чудно. Ситуация стабилизировалась. Вода у нас производится. Я просто не заметил, что у него нет никаких ресурсов для переработки воду. А ты давай минералы собирай. Аккуратненько. Едем дальше. Проскочим двух, нет? Я думаю, проскочим. Оу! А двоих мы их сбило. Но надеюсь, не сильно они пострадали от этого. Да, минералов тут, конечно, до кучи. А вон и выход. Вон и подъем. Поехали, парень. Последний каток. Все, мы удачно его объехали. Парни, конечно, чуть под него не попали. Они у меня очень долгие. Я говорю, ходячий детский садик. Ну все, выбираемся отсюда. И что будем делать? А, тут еще есть катки. Гляди-ка. Какое интересное здание. Тут прям что-то... Там еще, по-моему, змей валяется. Да, он, смотри, змей валяется. В него воткнуто что-то. Ё-моё. Вот тут и разборки какие-то серьезные были, видимо. Боги разгневались и друг друга отколошмарили. Так, хорошо, спускаемся вниз. А, сюда не... Ну, зачем сюда спускаться? Ради инкубатора. Я думал, там минералы тоже есть. Мы, кстати, при помощи переработки ресурсов добыли 23 кристалла. Ну ладно, не 23, но 10 кристаллов точно добыли. Ладно, минералов снизу нету. Это говорит о том, что мы идем смотреть на змея, которого нафиг распигачили. О, вот эту штуку можно спустить вниз. Угу, вон, в него воткнули что-то. Головы не видно. Он утопился где-то в воде. Ну, хорошо. Блин, ну тут красиво, красиво, конечно. Конечно, залез на небольшую горочку, чтобы посмотреть с высоты на все это дело. Конечно, пустыня не видно и плачущего дерева тоже не видно. Заколебемся его искать. А, подожди, вот оно, вот оно, плачущие дерево. Я же возле него хожу-то, ёлка, красоте. И вот его плоды. Так, ребятки. Вот он, его плод. Его нужно сломать. Угу. Просто как нам туда попасть-то? Там же вон гейзер есть. Других путей нету. И только вот перелетом. Смотри, какой я комар. Кровосос. Комар, кровосос. Так, это еще один надо взять на всякий пожарный. На всякий, да, пусть даже два будет. Ну вот сейчас наш первый полет будет. Сейчас мы узнаем. Че-то как. Полетели? О, я контролировать все это дело могу? О, круто. Очень круто. А насколько высоко я могу подняться? Смогу, допустим, выше цилиндра подняться? Ну, вроде как да. Главное, надо потоков придерживаться, иначе я упаду. Че, все это максимум? А выше взлететь? Че-то я даже выше уровня цилиндра не поднялся. Видимо, нам нужно искать где-то высокий... Высокий гейзер, как вон там, смотри. О-хо-хо. Пойдем-ка сюда тогда. Да блин. Че-че-че происходит? Даже имея способность парить, преодоление цилиндра должно проходить очень осторожно. Им нужен был гейзер, который был бы хорошо расположен рядом с цилиндром, когда он неподвижен. Иначе их план никогда не сработает. Им придется продолжить поиски, а пока они не будут думать о том, какое чудище могло убить того огромного летающего змея. Блин, не вовремя табличка вылезла. Ну ладно. Тут как раз грибы есть, чтобы перекусить хотя бы немножечко. А вообще, ребят, вы набрали еды какой-нибудь по пути сюда? У кого-нибудь? О, есть. Есть, отлично. Хоть кто-то. Ну все, погнали тогда дальше через барьер. Ну, с богом. Полетели. Ух, как высоко-то я лечу. Как высоко летим. А че я падаю? Не-не-не-не-не-не, я падать-то не хочу. А, там вон еще один гейзер есть. Ну хорошо. Хорошо. Хорошо, что у меня ножки-попрыгайки. Let's go. Let's go. Все. Цилиндр покатился. Смотри, сколько там бугаев ходит. А че внизу? А, это мой чувак. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, у нас недолет. Ребята, мне бы сейчас чувака, того, у которого ласты были. Все, погнали. Let's go, let's go. Куча приспешников цилиндра ходят. Хотят меня тут затоптать, сожрать, облить каким-то говнецом. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. О-о-о, больно как было. Совсем мало здоровья осталось. Нормально, он меня так кислотой палил. Негодяй. Все. Я здесь, я дома. Парни, мы это сделали. И к тому же мы умеем летать. Фух. Ну, чего нам тут скажут, чем обратно? О, снова эти деревья. Плачущие. Я вижу гейзер. Два гейзера. И чего? Давай, встанем сюда, найти гейзера. Они, видимо, нужны, чтобы преодолеть вот этот вот... О-о-о, блин. Летучая эта фигня прямо мимо меня пролетела. Как я высоко поднялся, смотри. Я вижу, что там, за цилиндром. Офигеть. Офигеть. Сколько еще там территорий. И там зима везде. Везде зима. Круто. Ну, то есть, получается, я сейчас могу преодолеть цилиндр. Здорово. Ну, давай попробуем. Почему нет? Посмотрим, что там за ним. Ну, хотя и так видно, что там пустота. Я хочу вначале на цилиндр прыгнуть. А, ну так, в принципе, и получится. Парни... А, вы уже здесь телепортируйтесь, да? Но мне кажется, что на этом гейзере можно туда залететь за горы. И дальше чесать. Или это конец карты? Непонятно. Ладно, давай вначале спустимся вниз, посмотрим, что внизу. Какие молнии. Слушай, ну тут ничего, а тут пустота. Он сравнял все с землей. Тут ровная, ровная поверхность. И ничего здесь нету. А это что такое? Что это такое? Какую-то штуку подобрал. Давай сидим. О! Ты кто такой? Давай-ка взлетим, посмотрим ему в глаза. Эй, чудила! Эй, 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 чудила! Ты чего руку-то... Все? Мы прошли игру? Но нет. На самом деле мы ее не прошли, это всего лишь бетка. Нам дали поиграть только определенную часть игры. И я уверен, что в релизе, когда игруха выйдет, мы увидим очень много интересного. Ну а пока не забывай ставить лайк под видео, подписываться, если ты еще не подписан. И пока, увидимся в следующем ролике.